Приветствую вас всех, дорогие зрители, на канале Михалыч Топи Геймс. И мы на аккаунте Бухалыча и будем отправляться на рейд базы Выжившего. Так, у нас репутация достигла 112, и можно нажать, в принципе, кнопочку завершить. Давайте, ребята, поговорим немножечко о лайках. Давайте пролайкаем этот фидосик, как только зашли на него. И также давайте не забудем подписаться на канал, если этого еще не сделали. И также оставим годненький комментарий. Всем спасибо заранее, мы завершили задание рейдеров. И давайте же сразу вот эту странные ягоды захаваем, для того, чтобы усилить все шансы найти хороший лут. Все, что нам надо, это эффект от странных ягод и шанс найти оружие увеличилось на целых 5%. Ребят, мы нажимаем ОК, премия действия целый час. Сейчас ознакомимся все, что есть у меня в инвентаре. Это надбитая бронь, которую мы уже использовали для рейда. Вместо воды и еды, в качестве этого будет выступать у нас морковная рагу. Уничтожим сразу 10 порций, чтобы увеличить под максимум голод и жажду. 3, 4 и еще 4 топора. Это 8 топоров и 2 пистолета с глушителями. С4 у нас находится в Чопере, ребят. И надеюсь, у нас сегодня все выйдет. Пойдет все по маслу чинно-благородно. Итак, ребят, решив еще одну ошибочку очередную с разрывом соединения, мы увидели, что на глобальной карте у нас шорт. Шорт. Это ник короткий. В принципе, у меня такое, как бы, я не знаю, короткий. Может быть, база короткая? Ну, не знаю, по нику судить мы не будем. Давайте увидим, какая же база нам попадется. Какие стены нам попадутся. Насколько много лута нам попадется. И насколько вообще этот крутой выживший. База шорт. Мы зашли туда и будем сейчас, ребят, рейдить со всей силы, которая только у меня есть. Так, ого. Первое, что мы увидели, это первого левела стены. И, в принципе, достаточно того, что увидеть, что это, в принципе, подготавливалось под буферную зону. Но колишки, которые должны были защищать буферную зону от рейдеров, тоже имеются. Я так понимаю, что если я сейчас зарублю сюда, то могу просто попасть или внутрь, или попасть и в очередную буферную зону. Но другого я варианта не вижу, как просто рубить и заходить сюда внутрь. Буферная зона, ребят, нас приветствует. Нас приветствует авиалинии буферная зона. Усаживайтесь поудобнее и пробуйте рейдить эту базу снова. Пока что я не вижу другого варианта, как попробовать взорвать. Взорвать, попробовать именно вот здесь. Может быть, вольер будет. Ага, сишечки, ребят, сишечки у меня лежат. И, как говорится, ждут своего участия в рейде в самом чопере. Так, вода и еда у нас есть. Это рагу морковные. Также у нас, я не знаю, если вы напишите в этом видео, давай рагу, то, я думаю, мы приготовим это рагу в реальной жизни и увидим, какое же оно на вкус. Так, отходим. Взрыв должен прозвучать прямо сейчас. Ребят, я вижу, что эта база совсем не предназначена для рейда. Это страшный сон рейдера. Это буферные зоны, каких терпеть я не люблю. Но если находишь на нем лут, то я вам скажу, что буферки строят только те ребятки, которые хотят что-то спрятать. Но если найдешь этот лут, то он очень сладкий. Вон, дополнительная порция рагу. Я думаю, нам не помешает. И, в принципе, в принципе, пора рубить. Или пора... Давайте просто зарубимся. Зарубимся в следующую комнату и посмотрим, что здесь. Гля, ребят, это еще одна такая вот комната. Комнатушечка. Комнатушечка. И пора рубить еще. Несмотря на то, что у меня больше уже 40 шума, я хочу рубить еще. Да, конечно, я понимаю, что могу сейчас просто ни хренища не найти. Почему эти зомби остановились просто? Смотрите, этот зомбяшка тоже остановился. С чем это связано, не пойму. Ну, по-моему, мне кажется, что вот в этих двух ящиках ткань. Вот в этих следующих двух ящиках у нас нет ткань. Смотрите, они просто останавливаются. Что? Иди сюда. И, по-моему, взрывать нужно именно вот сюда. Что я не знаю делать. Давайте попробуем, конечно, вот здесь дерево. Да, если здесь дерево, ну, естественно, дерево. Ну, дуб. Хорошо. Я не зря взорвал. Забрал сюда. Так, если взорву здесь. То есть, все равно, если бы я взрывал, то задел бы или ящик, или вот этот станок по переработке дерева. Ого, ребят. А вот это что-то уже намного интересней. О, так. Да, 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 ребят. Именно молотки. Именно молотки мы возьмем. И попробуем, наверное, крушить именно эту комнату. Если попробовать как-то вот, я не знаю, троллить этих зомбей, которые сейчас прибегут, то, я думаю, у нас что-нибудь может получиться. Ага. Даже зомбятина, если вы увидели, если вы заметили, то зомбятина сюда не проходит из-за того, что вот очень плотно вот эти станки стоят друг к дружке. Смотрите. Очень удобно. Сейчас я зашел сюда, и, по-моему, украшенный ящик – это первое, что привлекает очень сильное внимание. 90 шума. Блин, ребят, да что ж такое? База, конечно, хорошая, но лут не лучше, наверное, какой-то, я не знаю. Как можно назвать этот лут? Даже и не знаю. Лут не совсем хороший. Можно сказать, вообще не хороший. Так, ну что, у меня тут глок. Поменять местами и, пожалуй, надрубить парочку ящиков. Возле станка переработки тоже мы надрубим ящики, ребят. Надрубим вот эти четыре и возле станка переработки. На больше мне просто не хватит. С разрывом соединения, как бы, пойти еще раз на этот рейд просто нет возможности. Поэтому мы будем забирать по максимуму с первого раза. 99 шума. Да, хороший, думал, соточка. Да ладно, кровать удобная и куча маленьких ящиков. Не то хотел я увидеть на этом рейде. Смотрите, пробежали, пробежали. Ну что, вот, наверное, эти два ящика мы будем в первую очередь сразу же надбивать. Почему? Чтобы попробовать троллить Громилу. Громила, троллься. Громила, иди сюда. Громила, мы тебя ждем именно здесь. Громила, братуха. Молодец, голова и два уха. Пробуй, пробовать троллить Громилу не так уж... Ага, он будет телепортейшн, так как он здесь не может пройти. Ну и выйти, естественно, он тоже не может. Осталось мне вот тут по кругу. Почему три толстяка? А, блин, зомбятины больше, чем я думал. Ну попробуем вот именно таким вот образом там как-то. Так, два ящика, три, четыре. Теперь осталось дождаться Громилу, выбежать обратно. Ого, это совсем не то, что я хотел. Ого. Эти токсики могут просто-напросто меня сейчас зажать. Весла, весла, знаки. Хоть что-то, ребят, знаки, весла. Все, все, забираем. С броня спецвойск, ребят. С броня спецвойск. Смотрите, Громила там застыл. Почему это так с... Блин, чё? Чё за хрень такая? Тут база какая-то багнутая. Багнутая база. Клюшки. Вместо чего? Вместо молотка. Да я просто не знаю, что еще брать. Давайте попробуем, конечно, сбегать в чоппер. Громила, Громила, ты могучий. Не трожь меня. Не трожь меня, Громила. Где мой чоппер? Быстрым образом забегаем в чоппер. Попробуем. Ого, Громила шутить не любит, ребят. Он шутки... Как бы не любит этот Громила шутки. И мы... Единственный вариант... Просто не знаю, по одному почему-то как-то... О, вот, вот, вот. У меня есть шанс выложить что-то. И побежать туда на базу. Да ты задолбала! Солярка! Первое слово, которое мне в голову пришло. Солярка. Почему я сейчас могу потерпеть фиаско? Потому что Громила будет наносить очень боль... Жесткий урон. Гребаные. Ого-го! Ребят, я не знаю, стоит ли... Стоит ли теперь вот этот рейд? Пять аптечек. Пять. Всего лишь аптечек. Уходим. Телепортируется Громила и просто уходим. Спринт. Ты могуч. Спасай меня. Спасай, Спринт. Я просто ухожу с этой базы. Громила просто жесткая машина для убийства. Поднял больше 70 урона у Громилы. Фух. Пожалуй, я понимаю, что этот рейд назвать хорошим нельзя. Но я на славу повеселился. Конечно, забирал все, что просто в моих глазах глядели. На что просто вот как бы тыкал, то и забирал. Клюшки, какие-то непонятные знаки. Это все, блин, ребят, забрал. Получился такой по фану рейд. Мне очень понравился. Если честно. Надеюсь, вам тоже попадутся такие рейды. Но будет намного круче. Гранатометы. Если бы гранатометы, я не знаю. Я почему-то был расслаблен. Потому что лут не был таким совсем крутым. И думал, если даже потерплю фиаско, то не так будет обидно. А если бы там были калаши, гранатометы, ВСС. То я бы, конечно, очень сильно бомбил. И, наверное, ничего бы вот такого вот крутого не получилось. Мы, ребят, заканчиваем рейд дележкой с рейдерами. Естественно, этим заканчиваются все видосы про рейдеров. И давайте, пожалуй, выбрать. Нас настало время, чтобы выбрать, что же им дать. Что же отдать нашим рейдерам? Естественно, они любят микросхемы, красные талоны, алюминиевую проволоку. Или, может быть, просто-напросто фильтр. Так как фильтра у меня сейчас под рукой нет. Я не нашел его в ближайших четырех ящиках. Посмотрим сейчас в один ящик. Вот в этот. В принципе, нет. Белая краска есть. Хотел покрасить в новогодний узор свой чоппер. Давайте 37, похоже на правду. А вот это неплохой навар. Неплохой навар мне подходит. Потому что если очень вот именно, если вы похожи на правду, я знал, что тебе можно доверять. То вы получаете два репутации за рейд. А если вот неплохой навар может видеть, когда хочешь, то один. Ну, как бы я немного убедился в том, что если у вас 200 репутаций, то базы попадается говнецо, ребят. Говнецо такое еще и с парком. Поэтому, ребят, я не сильно стремлюсь набить себе 200 репутаций. 19 репутаций мне совсем неплохо. И я как бы мне за глаза этого хватает. Нажимаем поделиться. И, ребят, надеюсь, вам хоть немножечко было весело смотреть это видео. Мне было очень весело. Давайте ставим под этим видосом лайкосик. И подписываемся на канал, если этого еще не сделали. Всем пока-пока. Увидимся в следующем видео. Также не забывайте писать комментарии. Бай-бай.